Друзья, с чем у вас ассоциируется детство? Мои главные ассоциации колыбельные, которые пела мама перед сном, а еще невероятный аромат, который всегда стоял в детской. Этот сладковатый нежный запах я запомнила на всю жизнь. Хочу, чтобы наши девочки с первых месяцев тоже выстраивался с домом, с детством, с кроваткой, самый приятный ассоциативный ряд. Мне в этом помогает линейка Вернель детский, и, по-моему, эта сказочная коллекция для детей должна быть в каждой семье. Важно, что Вернель является полностью гипоаллергеном и подходит даже для самой чувствительной детской кожи. Кондиционер мой любимчик, я знаю, что его выбирают очень многие мамы, и я понимаю, почему. Он смягчает ткань, облегчает глажку, и главное, у него антистатический эффект, а еще очень нежный, едва уловимый аромат, и в него хочется закутаться, как в облако. Но если вы тоже любите на ночь с деткам петь колыбельные, читать книги, имейте в виду, что на сайте Вернель можно включать малышам нежные детские аудиосказки. Плюс на этом же сайте участвуйте в новой акции бренда. Покупайте Вернель детские, регистрируйте чеки на сайте и выигрывайте призы. Одному из счастливчиков достанется аж 300 тысяч рублей на ремонт детской. Желаю удачи и все подробности в описании. Привет, ребята! Новый день, новый влог. Сегодня 6 октября. Сегодня 3 месяца, как я мать, слава, отец, дочь наша. Просто 3 месяца, как родилась. Короче, очень приятные чувства. Просто поделюсь своими внутренними ощущениями. У меня почему-то, когда я родила Анютку, была какая-то навязчивая мысль в голове, что у меня с ГВ должно все обязательно быть хорошо, потому что я должна покормить ребенка, дать ему витамины, иммунитета. Ну, как-то, знаете, вот я была настроена на то, что я должна, ну вот там 3 месяца, ну вот какие-то условные там, знаете, цифры у меня были в голове, что вот как я сейчас хочу, что до полгода точно должна покормить грудью. Ну, мне хочется, чтобы все было хорошо, без приключений, типа отказ от груди, там, не знаю, не дай бог, там запоры-не запоры, проблемы со стулом. Ну, короче, вот это и всякие ерунды. Не хотелось бы. Хотелось бы реально, чтобы все было хорошо, до полгода точно покормить ребенка грудью, а там уже, ну, как получится. Хотя, не знаю, не представляю, как вообще перестать кормить грудью своего малыша. С одной стороны, не хочется заканчивать. Потому что я понимаю, что, допустим, впереди у нас еще 3 месяца, вот таких совместных. А с другой стороны, конечно, было бы удобно не кормить грудью, потому что спокойно взял, умчал, ничего сцеживать не надо, переживать за, скажем так, сохранность молока, там, свежая, сцеживать тоже переживать не надо, просто уехал, все, смеси там, прикормы, пока. Ну, грубо говоря, да, вот на тот же маникюр, педикюр, кстати, зацените. Хожу на маникюры, педикюры, нахожу на это время возможность, вот как раз на даче мы были, когда последний раз я оставила молочка, я покормила Анютку, сцедилась, ну, то есть оставила молочка, уехала, где-то через 2 часа Слава дал ей этого молока, и она еще спала, там, часа 3, ну, то есть, бул. В итоге у меня не было 4 часа, и спокойно вообще ребенок все это время спал. Но дело все в том, что у нас такой режим. Вот, кстати, наверняка многим интересно, какой у нас режим, во сколько ложится Анютка спать. На ночной сон она уходит в 3 часа ночи. Ну, наверное, мы в этом меня лапе. Нет, ну, понятно, что мы, а не там кто-то из соседнего подъезда. Ну, в общем, просто понятное дело, что ребенок подстраивается под родителей. Это не мудрено, мне кажется, так же, как и даже животные, потому что я просто сужу по нашей собаке в Евгене. Грубо говоря, вот мы поздно встаем, и она будет спать весь день, ну, например. Но в этом режиме, конечно, очень много минусов, потому что ребенок, ну, в идеале... Нет, она спит в течение дня много. То есть она вот сейчас спит, сейчас 3 часа дня. Она сейчас спит, вот уже скоро должна, по сути, проснуться, и уже так долго спать она не будет. То есть где-то до 3-4 часов дня она спит по 3 часа. С перерывами на покушать, на, там, поменять подгузник, чуть-чуть, ну, там, поактивничать. Но, по сути, вот до 3-4, хотя бывает и позже даже. А-а-а! Испорченный режим. Ну, короче, да, на самом деле получается, что все равно она, в принципе, весь день хорошо вот так вот спит, а ночью джага... Ну, нет, ближе к 6, она уже не спит долго. И, в принципе, не спит. То есть она у нас такая вечерняя пташка, вечером ее никак вообще не уложишь. Чуть-чуть можно погемарить, буквально 15-20 минут. В чем минус? Например, нам со Славой, как, может, с женой, тяжело найти ее вечером время для друг друга, так сказать. Потому что всегда есть риск. Ты никогда не знаешь, ребенок, он как бы уснул на 15-30 минут, или он уснул на 2-3 часа. Поэтому, как бы, рискованное такое дело. Вот. Но из плюсов, утром она всегда спит днем. То есть я спокойно, по сути, могу в 10 утра, там, не знаю, в 9-8, во сколько она проснется, я ее покормлю. Через часик, например, сцежусь и умчать куда-то. На часа 4-5 вообще спокойно могу уехать. Ну, грубо говоря, по своим делам, на маникюры, педикюры, реснички, поехать снять рекламу, чтобы ребенка с собой не таскать. Не знаю, какая-то встреча. Ну, то есть, мероприятие, по сути, вот утром, это то, что вот я никогда не любила, знаете, рано вставать, куда-то переться. Единственное время, когда я могу что-то такое делать, это утром. Потому что в это время ребенок спит. И все равно это, конечно, плюс. И знаете, что я еще заметила? Теперь, когда я мама, и уже 3 месяца бессонных ночей. Ну, нет, как сказать бессонно? Я сплю, если мне надо, я днем досплю. Конечно, я меньше высыпаюсь, чем раньше, понятное дело. Ну, в целом, нормально. Если есть возможность, типа, знаете, выходной не надо никуда переться, то я спокойно буду спать с ней до 3 часов дня, например. Вообще пофиг. То есть, по сути, нормально. Но вот что я заметила, что с появлением ребенка мне намного проще рано вставать. И вообще, в принципе, мне намного проще вставать. Потому что, если вдруг я чуть-чуть слышу, а я очень чутко сплю, что касается именно ребенка. То есть, что угодно будет там шуметь, слава что-то спросит. Нет, я вообще не проснусь, я буду спать. Но только чуть-чуть покряхтит малыш. Я говорю, да, что? Такая, знаете, мать, у меня настрой только на одну волну детскую. Все остальное я не слышу, потому что мне нужно тоже отдыхать. Я просто к чему это клоню? Что понятно, только ребенок чуть-чуть пошебуршит. Я не знаю, мне кажется, вот ночью, я даже не помню, ну, может быть, пару раз такое было за 3 месяца. Но, честно, даже не помню, чтобы дошло до того, чтобы ребенок прям вот поплакал, знаете, чтобы вот звук какой-то издавал ночью, что он, допустим, голодный. Нет, я заранее, за секунду до, я просыпаюсь, как будто бы до того, как она там, не знаю, активно уже проснется. И такая, ну, подождите, где же мое молочко? Ну, то есть, я успеваю проснуться до этого момента, когда она начинает просто даже вот двигаться. То есть, она двигается активно, шебуршит, что-то... Такая, типа, где Сишулька-то? Вот так вот. И все, я уже хоп-хоп-хоп поднимаю, хоп-хоп, все. Ну, короче, это здорово. И это просто я еще рассказываю, почему. Что с появлением ребенка очень легко мне рано встать, резко встать. Это стало совсем просто, потому что раньше, знаете, ну, если не ребенок, и что-то там куда-то идти надо ехать. Ты утром просыпаешься, тебе холодно, вот как в школу. Надо было встать холодно. Такой, не пойду, все, отменим, скажу, что заболел. Ну, типа, такого, знаете, сейчас... Нет, ну, понятно, потому что ты же не можешь. Типа, блин, ребенок, что-то проснулся. Нет, типа, я не могу сегодня. Ну, то есть, у тебя нет варианта, тебе надо вставать. Тебе надо вставать, кормить. Короче, да, есть свои, скажем так, ну, минусы в том плане, что ты не высыпаешься. Бывает, да, что ты не можешь проспать всю ночь. Вот как, знаете, ты уснул, там, во сколько вы засыпаете, и вот ты проснулся, во сколько вы просыпаетесь. Такого нет, собственность. Про это можно забыть. И из-за этого, я думаю, я уже привыкла так жить. Единственное, что изменилось. Раньше каждый раз ночью, каждый раз, когда она просыпалась, мы еще меняли подгузник. Кто-то мне написал, какие мы плохие родители, ночью ребенка куда-то тащили, меняли подгузник. Я не знаю, все детки, наверное, разные, но нам надо было менять подгузник. Ну, типа, надо было. Я не могу спокойно продолжить спать, зная, что у меня у ребенка полный, например, подгузник. То есть, мне кажется, и она ей не спала дальше. То есть, я ее покормила, и она дальше не спит, потому что ей надо менять подгузник. Но, опять же таки, я думаю, многое зависит еще от режима, потому что, когда у нее режим как надо, вот, например, ночью, в 3-4 часа ночи она ходит на ночной сон, прям основательно. Два раза я ее кормлю. Получается, в 3 часа ночи, допустим, я ее перед сном поменяла подгузник, потом где-то там в 6 она просыпается, я ее кормлю, не меняю подгузник. И потом в следующий раз, например, в 9 она просыпается, и вот тогда я все-таки пойду поменяю подгузник. Хотя бывает тоже по-разному, что он бывает вообще неполный. То есть, я... Она столько и воды пьет, и ест меня майцом. Ну, короче, это интересно. Интересно, то есть, все равно я замечаю, что с возрастом, с взрослением, с этим попроще, в плане того, что ночью, как минимум, мне приходится вставать, идти менять подгузник. Но для меня это, если честно, можно сказать, даже расплюнуть, потому что у нас ребенок не спит с нами, я ее всегда перекладываю на кроватку отдельно, и также к себе кладу. Конечно, в этом плане неудобно, то, что приходится делать лишние движения, но мне лично потом уснуть и спать комфортнее, когда я знаю, что ребенок у себя в кроватке. Вот просто тупо комфортнее. Я люблю вот так вот спать, раскинуть руки, все, ноги. То есть, мне хочется свободы движения в кровати. Я не могу спокойно, скажем так, дальше продолжить свой сон. Знаю, что рядом ребенок. Бывает такое, что она остается с нами в кровати. Там даже бывает, я засыпаю, пока ее кормлю, потому что бывает такое. Вообще удивительно так. Но это редко бывает, на самом деле. И понятно, это не тот случай. Вот знаете, как то, что ребенка можно задушить сиськой. Такие истории есть, но это точно не та история, потому что такая поза, это невозможно. Я уже рассказывала в каком-то видео. Либо расскажу это, скоро выйдет. Я не знаю, когда что у меня выходит по моим замыслам. Ну, в общем, это не та история, конечно же. То есть, это максимально безопасно, все нормально. Но просто вот такое бывает, что я такая, ну, думаю, что ребенок еще ест. Например, я такая спрошу, она уже спит. У меня там голая грудь. Я такая, а, подожди, так все уже, все закрывают. Все как будто, знаете, и это не такой сон, что я час поспала. Это вот буквально 2-3 минутки. Типа закимарила, потом такой, так, подожди. И я ее перекладываю все равно обратно. Вот. И сейчас мы думаем о том, чтобы поменять кроватку, прикроватную, несмотря на то, что, я думаю, через... Я не знаю, не хочу загадывать. У нас идет ремонт сейчас в квартире, в которую мы должны переехать. В общем, да, не хочу загадывать. Ну, конечно, надеюсь, что весной мы уже переедем. И мы думаем поменять кроватку, потому что хочется что-то побольше. Плюс она скоро начнет... Она и так уже очень активная. И я понимаю, что сейчас, вот сегодня ей 3 месяца. Кстати, посмотрите видео, которое мы сняли. И мы каждый месяц в ее, так сказать, мини-день рождения, 6-го числа, каждого месяца снимаем видео, там, с тортиком, с Анюткой, понятное дело, что вот еще один месяц. Чтобы потом, когда ей исполнится годик, смонтировать красивое видео, посмотреть, как она менялась каждый месяц. Это прикольная идея. Это единственное, что в итоге нам удалось сохранить за 3 месяца. Потому что изначально я хотела ее фоткать на ткани. И мы сфоткали ее один раз на ткани. И то это был и месяц, и две недели. Я заказала на ВВП пеленку, на которой изображены как будто бы часы. Этот циферблат. Внутрь кладешь посередине ребенка. Обводишь циферку 1, 2. То есть это типа месяц означает. И я такую хрень заказала. И только один раз мы ее так сфоткали. В месяц и две недели. В 2 месяца в итоге мы ее так не сфоткали. Я все хотела, хотела все. Ну, короче, такой геморр, если честно. Потому что эта ткань, она еще и корючится. То есть хочется, чтобы она ровная была. Она же ткань. Короче, в итоге мы забили на эту идею. Не удалось нам это все так сделать, как мне хотелось. И все, они уже 3 месяца. Поэтому... И еще у меня есть карточки. Еще есть карточки. Ну, кстати, я ее в 1 месяц сфоткала. В 2 месяца сфоткала. Поэтому сегодня тоже надо сфоткать. Сфоткаю просто в кровати без каких-то, знаете, чтобы одинаковая локация. Вот в этом плане не заморачиваюсь. Я просто рада, что хотя бы мы снимаем каждый месяц 6-го числа видео, как она там на ручках, тортик, задуваем свечку. И это прям железное правило, что это обязательно мы делаем в день вот этот, когда она родилась, там, сколько-то месяцев назад, 6-го числа. Поэтому можете посмотреть. До сегодня я никуда не выставляла видео, которое мы снимали в 1 месяц, в 2 месяца. Ну и, понятно, в 3 месяца сегодня выставила. Но для вас это уже было. Вот, поскольку я все равно это видео выпускаю не день в день. И получается, в месяц, когда мы снимали, и в 2 месяца мы еще Анютку не показывали, потому что еще не было Кристин. Ну и просто не показывали, понятное дело. И мы выставляли в интернет видео, где просто она у меня вот так вот лежит, и не видно лица. Но мы все равно снимали еще кадры с лицом. И я очень рада, что мы сделали это, потому что первые 2 месяца снимать такие видео нам немножко тяжеловато было. Первый месяц она там что-то без настроения была, и что-то как-то все сумбурно было. Плюс у нее было акне новорожденных, щеки красные, все. Второй месяц что было? Не, ну второй месяц нормально, просто я была какая-то уставшая, какая-то нервная, и жарко мне было. В общем, ненавижу, когда мне жарко, с ума схожу. За окном просто трэш. Погодка, ну как бы не мудрено. В принципе, спасибо, что не в сентябре. Сейчас у нас такая активная осень идет, октябрь, дождик, понятное дело. Еще я сделала несколько сумасшедших заказов. Во-первых, еще сделала один заказ на маркетплейсе. Я думаю, блин, нахрена я столько заказываю? Реально сумасшедшая какая-то мать. Плюс сейчас мы анютку начали чаще выкладывать на животик именно на пол. Я еще жду коврик более твердый. И мне даже подписчики писали, что нужно, чтобы была более твердая поверхность, а не на ковер и еще на мягкий коврик для детей. И я согласна с этим, но у нас просто нет, думаю, чего-то твердого. А на пол точно я ребенка класть не буду. Мне хочется что-то такое. Ну, специальный детский твердый такой коврик для занятий. Я его заказала. 8-го числа должны привезти. И там еще много чего должны 8-го числа привезти. Какие-то игрушки, не игрушки. Или, ну, короче, как всегда, я периодически вижу комментарии, типа, нахрена вы столько заказываете ребенку. Иногда я ловлю себя на мысли, что действительно зачем? У нас столько всего, зачем еще что-то заказывать? И одежду тоже. А вдруг мы не успеем поносить, еще что-то? Но, знаете, потом я думаю, и кто-то написал, ради чего еще работать. Ну, вот действительно, я работаю, зарабатываю, и у меня уже не один проект. С рождением ребенка еще больше денег заработалось, потому что очень много рекламодателей пришли, именно которые там детская смесь, подгузники, ну, то есть очень много таких историй. И поэтому, в принципе, можно сказать, что Анютка, вон сколько денег уже заработала, и почему бы мне эти деньги не тратить на нее? И, конечно, ей, наверное, в принципе, пофиг. Ну, как минимум, может, то, что касается шмоток, она сильно, типа, нет, она смотрится на свои ручки, конечно, но я не думаю, что она разглядывает, так, сегодня я что-то вот в таком костюме, он мне не нравится. Понятно, что это больше для меня, наверное, для родителей, для, не знаю, просто поумиляться, пусть усикаться, но понятно, что есть какая-то необходимая одежда, теплая одежда, например, сейчас холодно. Я заказала, кстати, надо посмотреть, когда там что придет, такие более теплые уже, можно сказать, зимние комплекты, и типа в коляску такие, куда вот в коконках завернул ребенка в тепленькое, и пошел, чтобы дождик, ничего не промокало, снег. Ой, честно, я даже не знаю. Я немножко волнуюсь, боюсь вообще, как сейчас зима начнется с маленьким малышом, но она, наверное, еще в коляске в этой будет, которую положил, закрыл, хотя ей уже охота будет, наверное, все больше разглядывать, а не тупо лежать. Короче, честно, пока не представляю вообще, как мы будем, но понятно, что как-то будем, значит, будем тепло как-то ребенка одевать, понятно, уже в костюмы такие, пуховички, знаете, с ботиночками, полулежа, полусидя, как-то сажать в какие-то уже другие прогулочные, наверное, блоки. Я, честно, пока об этом не думала. Это как то же самое вчера в Телеграмме. Кто-то спросил, когда мы начнем прикорм. Сейчас Ане три месяца, и я вот знаю, например, что мне с четырех месяцев уже давали какие-то пюрешки, ну, потихоньку, может, уводили, я не знаю. И бабушка рассказывала, кстати, вчера, вот вам тоже файлы, прикреплю видео, вчера в гости приходила моя мама и моя бабушка, то есть Анюткина бабушка и прабабушка. Вот так вот. К нам периодически приходят гости, родные. Сегодня мама и папа Славы приедут тоже в гости. Я радуюсь, когда к нам приходят наши родные, еще потому, что они приходят не очень часто. Но и не сказать, что прям вообще не приходят. Конечно, приходят, но, знаете, без фанатизма. Короче, идеально. Просто идеально, поэтому каждый раз, когда они приходят, я радуюсь. Это не так, что, знаете, ну, типа, постоянно без конца ходить, 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 и я такая, блин, потому что все равно, когда приходят гости, я немножко напрягаюсь, потому что все равно гости, даже если это твоя мама, все равно, как бы, то есть с ней не живешь и, ну, как-то не знаю. Хотя, с другой стороны, ну, короче. Да, к нам приходят родные, конечно, периодически. С Анюткой видятся. Все хорошо. А то кто-то волновался, тоже видела такой вопрос. Вспомнила вообще, о чем говорила, что мне пришел заказ. Я оформила кучу всяких прикольных штучек, типа, вязанных. У нас есть бренд Long Knits. Господи, такие вот, ну, ничего не хочу сказать, но так сложно, я не знаю, может, я просто, да, вот. Но мне очень сложно бывает некоторые названия произносить, типа, мьёль, ну, там хотя бы написано, понимаете, там, получается, мьёль какой-то, вот, типа, по-английски, но там прям в скобочках даже или где-то подписано на русском, как правильно считается бренд. Это вот, прям успех за это, ребята. Потому что, ну, не все понимают, как это правильно произносить. И вот у нас тоже такая ржака. Она чего хотела сказать? Вчера к нам приезжали врачи, глазной врач, аплист и невролог. Смотрели Анютку, потому что ей уже три месяца. Это плановые такие осмотры, приёмы. Как вы знаете, помните, кто смотрит мои влоги, мы заключили контракт с клиникой, не только с педиатром, потому что там кто-то пишет, вот, заключили контракт с педиатром. Не только с педиатром, просто, в принципе, с клиникой. И к нам, получается, в три месяца, у нас в три месяца какие-то осмотры. Ещё будут УЗИ, нам надо будет поехать в клинику. У нас есть странность с глазиком Анютки. Я об этом уже везде рассказала, поделилась в Телеграме тоже. У неё по какой-то странной причине, непонятной мне, один глаз, то, что у неё, возможно, есть какая-то асимметрия, это возможно. Так же, как и у меня, у всех. У нас нет ничего одинакового. Это абсолютно нормально. Но то, что родилась у нас одинаковыми глазами, это 100%. И я вам сейчас покажу просто, как бывает у неё пухает глаз. То есть, это странно, потому что это не конъюнктивит, это не то, что забились вот эти слёзные каналы. Это точно не это, потому что это проверял педиатр, вот врач вчера проверял. Это не эта история. Это какая-то реакция, как будто бы вот то, что аллергия у неё была, ну и периодически сейчас тоже бывает есть. Просто ребёнок у меня может проснуться с абсолютно нормальными глазами, может, один чуть-чуть припущим, вот века именно. Но по сути она просыпается, например, с нормальными глазами. И в течение дня один глаз может стать сильно больше припухшим, как будто. Я не знаю. Я, конечно, голову ломаю, смотрю. Её это никак не беспокоит. Он у неё не красный, не слезится, не чешется. То есть, она туда руки... Ну ничего, да, чтобы подумать. Просто какая-то странность. И вот показываю, как у неё бывает, выглядит глаз. На даче мы были, это был вечер, мы уезжали с дачи как-то. То есть, вообще, ну то есть, там видно, что что-то глаз припух. И вот просто вот, не знаю, вчера, сегодня, когда я там сфоткала, просто пример. То, что глаз абсолютно нормальный. И вот так вот бывает. И я не знаю, что думать. Я схожу с ума, потому что я на перепутье. Либо паниковать, либо не паниковать и думать, что это какая-то такая история, то, что сейчас она перерастёт. Плюс врачи вчера были, сказали, что всё с ней нормально. Сказали покапать капли, которые мы и так капали. Ещё какие-то капли назначили. И мазь. Вот. И я типа на перепутье. Либо паниковать, либо думать то, что ну вот сейчас так, она же ещё растёт. И врачи плюс сказали, что у неё ещё черепушка там формируется. Ещё же всё. Ну как бы она ещё младенец. Ну да, не младенец, наверное, уже. Но по сути, как бы она ещё малыш, который проснулся. И собирается. Привет. Моё солнце, привет. Моё чудо. Ну вот. Какие у нас сейчас гладики. Ну вот один вот этот наш левенький. Чуть-чуть более припухший, как будто бы. Да? Ну ты мой любименький. Карапунзя. Это моя Карапунзя. Ты вся поспала, больше не будешь спать сегодня. Дёльга. Смейся, мамка. Курлак твой. Чё мы шлёгенький? Чё? Кусить? Кусить ты не дам. У меня кушала. А ты хочешь болтать? Играть? Гулять? Ползти? Плыть? Ну скажи. Вот, кстати, наш новенький костюмчик, который с маркетплейса пришёл. В прошлом видео вам показывала. Уже всё постиранный, погляденный. Идём, перёюнка, перёюнка, перёюнечка. Я решила, что больше не буду заказывать костюмы с ножками закрытыми, потому что она уже, во-первых, хочет и ползать, и не ползать. И то, как мы её теперь уже носим, в силу того, как она хорошо держит головку, что она уже такой крепкий, бутык, карапусь. Чтобы ножки не натягивались, потому что это не полезно. Поэтому я больше не буду заказывать с ножками. Ну нет, может и буду, но только если одевать так, типа, знаете, на сон. И то не факт, зачем, да, ей уже ножки закрывать. Так вот, на чём-то мама остановилась. Приезжали врачи, сказали, что всё хорошо с Анютой. Теперь, когда я три месяца, у нас начнутся массажи. Да, какая болтушка. С Гладиком я думаю, вот по поводу паниковать, бежать или не бежать. Я не хочу паниковать. Мне, конечно, хочется думать, что сейчас у неё всё это пройдёт просто само по себе, потому что она перерастёт. Ну, типа, я не знаю, это странно. Это реально очень странно, я понимаю, что тут в комментариях напишут. Как ты можешь так думать? Везите ребёнка в какую-нибудь клинику к врачам, по всем врачам. Ну вот, смотрели её уже, не один врач. Я не врач. Не знаю, что думать. Это не выглядит как то, из-за чего надо паниковать. Это выглядит как то, на что нужно не закрыть глаза, но отнестись, типа, ну, сейчас подождём, посмотрим. Потому что как будто бы это что-то такое, что само пройдёт просто, когда она перерастёт. Это типа как, не знаю, колики. Просто ты, по сути, ну, что с этим делать? Ничего с этим не можешь сделать. Потому что мы ей капали несколько дней в этот глазик опухший специальные капельки. Они не страшные, ничего такого, но они как раз-таки должны были, если это было какое-то воспаление, его, типа, снять. Результата ноль. Нила бодики. То есть до этого я открыл, фу, там боди, ползунки, вообще не моя тема, потому что вот такие слипы, комбинезончики, которые, хоп, сразу ребёнка, ну, один комплект, один одежда. Он, конечно, удобнее, потому что сразу бы ты ребёнка нарядил, снял, и всё. А тут типа два элемента. Это же и боди, и ползунки. Ну, закачаться можно. Да, Манюнь? Ну, чё мне с тобой делать? Пока ты сладко лежишь, лежи, наверное, да? Агук. Ой, днём она, конечно, спокойнее, малыш. А вечером начинается. Я сегодня накрутила волосы. Ну, просто на плойку, пока даже не расчёсывалась. А вот и я. Вот и мама принесла. Молочка принесла. Карапуза. Ну чё? Встаёшь? Эй, так нельзя вставать. Короче, я видела в интернете, что вот так вот нельзя поощрять вот такое качание пресса, потому что ребёнок должен научиться потом садиться из других положений, а не из вот таких. Вот так. Ура! Какой любопытный этот мир. Привет. Откуда смотришь? Проголоднилась, что ли? Каждый раз, когда она засыпает, думаю, вот сейчас она пока спит, я ей подстригу ногти. В итоге, пока она спит, я там какими-то своими делами занимаюсь, потом она уже просыпается, и я забываю, не успеваю, поэтому сегодня это обязательно нужно сделать. Покажи, как ты переворачиваешься. О-о-о-о! Ты моя рыбка! Покажи, как ты вставать любишь! А-а-а, ну так нельзя, черепашка моя! Так нельзя! Гу-гу! Да! Так, а покажи, как ты будешь в другую сторону поворачиваться. У нас бесплатный курс для малорих мам. Короче, мы не сразу начали. Оказывается, так прям сразу нужно ребёнка переворачивать. Короче, поизучайте этот вопрос. Мы вот только недавно, можно сказать, начали практиковать именно переворот. Вот так как! И поможем малышу! И вот так надо в день по дофига раз, чтобы быстрее ребёночек научился сам переворачиваться на животик. Ну и обратно, наверное. Так что вот так вот проходят мои деньки. Первую половину дня я всегда могу выбрать. Либо спать, либо делать что-то прикольное, полезное, работать. А по сути, вторую половину дня я просто занимаюсь малышём. Без остановки. И ночью тоже. Какая сильная младенчика. Я люблю ей заниматься, однозначно. Конечно, как я могу не любить заниматься своим малышом и со своим малышом всякими делами. Просто днём это всегда выбор. Гу-гу-гу! Ну чё, ползи! Чё не ползёшь? Не умеешь, что ли? Спасите, помогите! Молодец, задержу за лобиках. Нельзя понимать! Нельзя понимать так! Мама не пощает. Давай вот так переворачивайся. И ручку доставай. Сначала такие вещи все страшно делать. Думаешь, как бы не сломать ребёнка? Они же такие хрупкие, маленькие. А потом нормально. Поехали. Вот так. И в эту сторону. А потом пойдём чё-нибудь делать другое. Вот эта прямая, а вот эту сгибаем. Но она не выпрямляет. Молодец! Молодец! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Кто тут? Я вот думаю, что такой коврик Он, конечно, прикольный, но из-за того, что он такой весь яркий Я, например, не могу сюда положить игрушку Чтобы она к ней тянулась Ну, знаете, все и так слишком яркое И положить, допустим, вот такую вот игрушечку Она просто будет, ну, как бы сливаться, что ли Не, ну она ее, конечно, увидит А может и нет Нужно что-то это Вот я заказала бежевый коврик на пол Более тверденький И на него будем уже игрушечки класть Ой, как она сильно когтями скребется Маму, мурашки аж Срочно стричь эти И вот нехорошо в таких костюмах Из-за всяких застежек Лучше в бодики во всякие Так что сейчас будем переодеваться, наверное Чтобы уже день проводить в более удобных костюмах На полу Вот так она уже терпеть не может лежать Что ей уже надо Все видеть Не нервничай Вот так теперь мы ходим Ну а я постоянно хожу вот так Как колесо Ужасно вот здесь болит Потому что мне постоянно хочется, понятно Одну руку освободить Если я с ней хожу Ну и просто мы ее вчера взвесили Девочки У нас есть секунды, чтобы угадать Сколько она весит Ой, я не знаю Не, ну это как бы хорошо Мне это больше нравится Чем если бы она не набирала Не добирала, не знаю И мало бы весила Чтобы мы не беспокоились Что там у меня недостаточно питательное молочко Ой, как по мне так лучше Пусть она будет таким пухленьким малышом Тем более, что я и Слава в детстве были пухляшами Чем если бы она худенькая какой-то сильно была Короче Она весит уже 6,7-6,8 килограмм Просто что-то мы вчера на весы ее положили И почему-то и так, и так показала Ну, наверное, немножко Может неправильно положили в этот раз Короче, можно 6-750 грамм Вот так сказать Так будет И не тому, и не тому Так что каждый день практически 7 килограмм Ну, понятно, она же не сразу 7 килограмм была Ну, вот так вот Ходишь, ходишь, бродишь Вот так вот Потом качаешь И поясница вот эта часть Она, конечно, в шоке Она мне спасибо абсолютно не говорит Все, никак не вызовем массажиста Сейчас я посмотрю по приложению, когда ее кормила Потому что, возможно, уже В принципе, можно было бы 2 часа 8 минут Ну, рановато Может, через 40 минут Можно было бы уже предложить Так я стараюсь каждые 3 часа кормить Но иногда бывает, что каждые 2 часа кормлю То есть тут как бы по обстоятельствам Ночью бывает она спит Не просыпается Типа 4 часа 6 Было даже такое Ну, там, конечно, вообще Думаю, встать ребенок Уже сам просыпаешься Потому что молока дофига приходит И ты такой так Ребенок, иди сюда Да, ребенок? Так, девочки У нас сейчас обед Детский Детский обед Так называемый Так, Анютка на грани Вроде спать хочет А вроде и кряхтит Чи-чи-чи-чи-чи-чи А еще она стала пугливой Ну, в смысле Потому что она теперь больше На чем-то концентрируется И если она сконцентрирована А я подошла, например Ее вот так вот докоснулась И для нее это было неожиданно Она может заплакать Представляете? Мы стараемся аккуратно Но все равно она может испугаться Даже, типа, мелочи в духе Знаете, вот она лежит А я свет выключаю Звук света И она может от этого Чуть-чуть испугаться даже Потому что для нее это было неожиданно Ню-ню-ню Че, тебе надо покачать? Ню-ню-ню Батюшки Спать будем? Давай, мама тебе водичку включит Вот такую Успокаивающую Давай Водичку с птичками И свет давай уберем Делаем красоту Смотрим на красоту В общем, Анютка все-таки уснула Ну, как уснула? Так Я думаю, больше просто она Как бы лежит Набирается в силу Перед вечерком Недавно мне пришла посылка Вещи Я их сама выбирала Но я их еще не мерила И очень любопытно Будем сейчас посмотреть Сейчас померить В общем, я как родила По сути, не обновляла свой гардероб То есть, даже не то, что не обновляла Ничего новенького, классненького У меня в шкафу не появлялось Ну, так По мелочи Может, только белье какое-то Какие-то домашние, может быть, комплекты Вот Но чтобы прям Новые вещички Кофточки Такого нет Кстати, зацените Я подстригла волосы Помните, они у меня были довольно-таки длинные Ну, они до сих пор остались как бы Не короткими Но, мне кажется, вот эта длина Прям вообще то, что нужно Такая Типа средняя То есть, не каре Я боюсь Каре, честно Я все-таки люблю, когда волосы длинные Так что их можно хорошо собрать В хвост Косички Пучки Мне так спокойно Потому что Не знаю, в курсе вы или нет В детстве как-то меня очень коротко подстригли И Это был ужас Это, мне кажется, психологическая травма Так, в общем Мне пришли вещи Из магазина Charm Store Ну вот Довольно-таки классный магазинчик Я себе там покупала платье Снимала влог с того дня Когда мы с моей подругой Настей Фет Ездили, искали мне платье на гендерпати И я купила у них в магазине розовое прикольное платье Сейчас вам даже фотку покажу Вообще, раньше не знала про этот магазин Мне его как раз Настя, моя подружка, показала Рассказала И я увидела у них очень много классных, прикольных вещей было Таких на каждый день Ярких И нейтральных Я в основном заказала сейчас более такие спокойные Нейтральные оттенки И самое классное Я хочу устроить стильную фотосессию в центре Ну, в городе Такой стрит Где мы все в черном Я в черном Вот такой вот рейндж Слава в черном Анютка в черном Плюс у нас черная коляска Такую, знаете, стильную съемку хочется Нифига там ветер Пакет летает С Вайлберест Причем? Не знаю Видно вам, нет? Просто так, знаете, смешно Учитывая мою страсть к покупочкам Видеть летающий пакет с Вайлберест Который в окно на тебя тычет Это как, знаете, знак свыше Так, давно ты не делал какой-нибудь классный заказик Итак, хочу померить этот рейндж К нему идет пояс И здесь еще по-моему джинс Я рискнула, заказала джинс Вот, я обмерила все свои данные Которые изменили после родов И не знаю, влезу ли я в них Размер С Очень волнуюсь Надеюсь, что это Наталья Потому что если так, то я влезу Не, ну Наталья, наверное Как бы они еще и большими не оказались В общем, ладно, сейчас по порядку Шоппинг после родов Это, конечно, сложно Ну, как сказать сложно Нужно все мерить То есть онлайн заказывают плохая идея Но мы сейчас стараемся нигде особо не ходить Под ЭЦшком с ребенком Потому что всякие заразы, вирусы ходят И только мы вот недавно переболели Нафиг надо сейчас лишний раз Класс Только понятно, там что-то под низ другое Возможно Ну, невозможно, 100% Сапоги Может, свитер какой-то черный с горлом Такой И стильно будет Да? Но он такой достаточно длинный Блин, конечно, не очень хорошо, наверное, кухне вам примерку делать В моем, так сказать, кабинете сейчас спит ребенок Наша общая комната Вот такой вот рейдж Длинный довольно-таки По-моему, классный Есть еще сапоги Что-то такое, знаете Сейчас распахнутым можно Я вот позирую у себя на кухне Не, прикольный, прикольный трейдж Главное еще, чтобы с погодой повезло Сейчас холода, дожди Но попозже вроде как чуть потеплее должно стать Поэтому хочется, конечно, сделать классную съемку И мне нужно придумать, во что нарядить анютку Потому что я хочу, чтобы мы все были такие стильные в черном Поэтому надо найти мне какой-то прикольный для нее комплект Я эти джинсы померяю прямо на эти лосины Потому что это единственное, что такое вот низ Я заказала себе Сейчас узнаем Летые Что-то я чувствую, что не влезу Но я их заказывала исходя из замеров Ну так Впритык Блин, офигенно Такие классные джинсы у этого бренда Слушайте, это с учетом того, что я их надела на лосины Будет еще чуть посвободней И еще когда я чуть-чуть схудну побольше Попа, конечно, совсем куда-то Сказала До свидания После родов Не, ну ничего Кстати, по поводу моего веса Сейчас взвешилась я, можно сказать, в одежде 61 вешу Ну то есть Спустя 3 месяца Не так уж много сбросила Но У меня получается рост 168 В беременность я входила Вес 54 Я считаю, что лично для меня Если я буду весить 57 56 Это будет идеальный вес Поэтому я вообще В принципе не парюсь Сейчас Единственное, что Ну как бы, конечно, хочется быть более подкачанной Ну я думаю, что к лету Я буду вообще фреш Сок Есть еще каблучки Когда у тебя, видя, в год В шкафу не появлялось новых вещей Вообще так приятно Так здорово Надо снять этот Сторис Ой Такой таракан, конечно, в этом костюме Это, кстати, бренд Белье Белье Блин Никогда не могу нормально выговорить Надо научиться Понять, как правильно Так Теперь я знаю, что от этого бренда Я могу смело заказывать джинсы в размере S Мне очень понравились джинсы, реально Очень много у меня черных вещей Я не знаю Если честно, как так вышло Но я просто в один момент сильно полюбила Нет, не то, что я сильно полюбила черный цвет Просто как-то так выходит, что то, что мне нравится Это черное Короче, я думаю, я полюбила черный цвет в беременность Особенно на последних уже недельках, месяцах Не знаю, когда, конечно, меня разнесло Как я не знаю, кого Не, ну это понятно Как бы естественно Тем более там отеки в большей степени Вы сами видите, что довольно-таки быстро я пришла в хорошую форму При том, что я ничего вообще не делала Ни на каких диетах не сижу Хотя можно было бы, да? На какой диете, блин? Надо же как-то молоко выровать Не, ну это просто обычная кофта На каждый день такая повседневная Я такие обожаю У меня тут есть яркие вещи Так вот, да Когда меня разнесло Очень сильно Мне прям очень понравился черный цвет Потому что как ни крути Типа, да, не загоняйся по поводу веса Ну это правда Я как бы Я знала, что, скорее всего, я быстро приду в форму Ну как сказать быстро Относительно быстро Потому что моя мама Она еще быстрее приходила в форму Меньше набирала в беременность И у меня все еще есть живот Ну типа кожа Я думала, наверное, органы уже могли бы стоять на свои места Ну, короче, матка точно сократилась Короче, все равно есть такое, знаете, лишнее Точно лишнее То, что не украшает мою фигуру Но я спокойно к этому отношусь Периодически ношу утягивающее белье Сейчас оно у меня просто на стирке Так, ну это вообще моя любимая У меня таких кофт уже дофига Я, конечно, смешная Девочки, не поверьте У меня в шкафу две такие кофты разной длины Просто от других брендов Это третья Просто они реально, блин, все у меня идентичные Мне кажется Я не знаю Такая, конечно, это самая Недавно Слава уезжал на дачу Ну, как сказать, недавно Позавчера А все потому, что у нас там такие мышиные истории Девки Закачаться можно И я собрала кучу вещей из шкафа Которые он увез На дачу Ну, прикольно Чего? Мне нравится Так, анютка там что-то шебуршит Соску выплюнула Давно, причем В дорожные движения Она иногда так крутится, верстится Я прибегаю, а она спит Я не понимаю Но пока не орет, я никуда не побегу Потому что она там просто крутится Манюточка Мы ее со словой Манюткой называем иногда Типа Манюня Потому что некоторые у нас ее Манюней называют Ласковая Как-то вот нютой вообще не называем Я видела вопрос Тоже спрашивали Нютой вообще не называем Как-то не наша тема Может, когда она вырастет Она будет такая модная Модный подросток Говорит, называйте меня Нютой Не знаю Но Мы как-то ее это В семье Манюней называем А Нюткой Манюткой Не знаю Просто придумываем Всякие кликушечки Вот яркая вещь Ра Розовая такая кофточка Не, ну просто милашество, да? Че? Розовая, классная кофточка Что у нас там дальше, интересно? Там какие-то кофты еще есть Которые надо будет мерить уже Снимая Топ, который у меня внизу Опять все черное И белое Мне кажется, вот эта кофта розовая Это единственная яркая Из того, что я заказала Ой, вот эта очень классная Крайне мере на модели Выглядела очень красиво Она как бы Со спущенными рукавами Очень должно быть стильно И секси Так я все раскрою А это еще одна Такая вот черная кофта Пола И я знаю, зачем Есть столько одинаковых вещей Что у меня такое время Мне нечего носить Потому что у меня все Динамка Да нет Оно разное Белая кофта А, ну белая точно такая же Как черная Надеюсь, я с размером Не прогадала Потому что я заказала S А теперь я думаю Наверное, надо было XS заказывать Потому что она тянется Я просто по габаритам груди Смотрела И переживаю Чтобы не пережимать грудь Потому что Ну мало ли, знаете Это как-то плохо может отразиться На молоко На производку молока Груди Молочной железы Поэтому с этим поосторожней Ой, вот это вообще вау Во-первых, очень приятное по качеству Прям офигенно Что это интересно за качество Вискоза 52%, полиамид 35%, эластан Эластан 13% Ну вот то, что посередине Не в курсе Про такой этот материальчик Но по качеству Просто офигенно Мягкая такая И горлышко хорошо тянется Знаете, ненавижу водолазки Где очень тяжело тянется горло Просто терпеть не могу Потому что Как это обычно бывает Ты собрался, накрасился Да? Все Готов одеваться И не можешь на себя натянуть Эту водолазку И пока ты ее на себя надеваешь Эту водолазку Весь твой макияж Все просто Брови вниз Короче, терпеть не могу Так, это вот такая просто Типа, как Тоже Как это называется? Long sleeve Ё-моё Просто обычно черная кофта С такими полосками Типа на каждый день Под джинс Блин, девчонки Ну я не знаю Вот это базовые вещи Очень много черного у меня, конечно Так, у меня какие-то Фейнки Просто вот такой топик Топикус Сейчас что-то из этого надо померить А, вот есть еще Водолазка вязаная Мм, прикольно Очень прикольно В общем, даже не знаю, как разделить Чтобы было интересно И в сторис посмотреть И во влог Наверное, не буду здесь мерить В сторис Это все Сейчас запишу Оставшиеся А вам просто здесь так показалось Так, девчонки Все, я уже все померила А что у нас тут за режим вообще стоит? Не знаю, по какой причине Поменялся режим на фотики И что-то как-то странно все было Хотя, не знаю, есть разница Мне кажется, точно есть Короче, устроила здесь бардак Понятное дело Потому что примерка у меня Проходила здесь На кухне Телефон я поставила вот сюда В итоге На сахар кубиками А сахар-песочек Он как бы придерживал Ну и, собственно говоря Классный магазин Я очень довольна вещами Вот эта водолазка Бомба Просто бомба Блин, вот я когда смотрю на себя В каких-то прикольных вещах Типа, знаете, не спортивный костюм Как постоянно в итоге я ношу А джинс Думаю, да блин, я уже неплохо так Кстати выгляжу Но Талия, конечно, еще не та, что была Но, честно Я просто делюсь Рассказываю Абсолютно нет времени Заморачиваться Выгляжу я там Как была Или как хочу Или нет Ну, то есть пока что Честно, вообще не до этого Главное, что Просто Типа, представьте Я была Огром Типа, я была беременной Большой А сейчас я Без живота У меня уже трехмесячный ребенок И это я просто к тому Что насколько Легко Быть не беременной Когда Ходишь и набираешь Немало Но моя спина Все еще в шоке Поэтому Надо, конечно, за ней ухаживать Но это я просто к тому Что все равно так необычно Быть худой Когда рожаешь Спустя, там, не знаю Недели, три Месяц Ну, все по-разному Но когда ты уже плюс-минус Так Самое основное, скажем так Уходит, да Потому что понятно Что первые сутки После рода Вторые, там, третий И, может, даже четвертый У тебя еще такой нормальный живот А потом уже потихоньку С каждым днем Все меньше и меньше И, грубо говоря Даже вот так Представить Спустя месяц Ты уже думаешь Блин, нифига себе Круто Реально круто Типа ты можешь Прыгать, бегать Ноги загибать Ну, типа, знаете Такое вообще Как, я не знаю Легкость Ну, короче, прикольное Все равно чувство Не могу сказать Что я беременна Я не беременна Не могу сказать Что я скучаю По большому животу Честно Не скажу так Зачем Это была бы ложь Пока не скучаю Потому что, наверное Мне прикольнее Когда у меня ребенок Мой С которым Мне уже есть Сипучка Интереснее Ну, то есть Что там в животе В животе сидит малыш И ты, да Видишь пиночки Но, по сути Вот это вот Я не люблю сюрпризы Знаете, я постоянно Лежала и гадала Что это Ноги, коленки Руки То есть мне прикольнее Когда уже Ты рожаешь ребенка Он у тебя уже на ручках Ты можешь уже Его наряжать Заниматься Да У тебя меньше Свободного времени Ты меньше спишь Ну, как бы Жизнь меняется Да, очень сильно Короче, я не скучаю Когда вот Я была с животом Большая Вот такая вот Я знаю, что все девчонки разные Кто-то скучает Я думаю, что может быть Спустя время Я, может, и скажу Оброню такую фразу Типа Ой, даже чуть-чуть скучаю По тем временам Когда я была беременная Вот я все думала Знаете То, что Все очень часто говорят Что скучают А я поймала себя на мысли Что абсолютно не скучаю Честно, нет Мне намного вот Прикольнее Как я сказала сейчас с ребенком Кстати говоря Забыла с вами поделиться Сегодня у нас была уборка Утром А мы спали Вот такие дела Булку, что ли, сожрать Теперь мне все это нужно Убрать на места И то, что я говорила Про уборку К нам Теперь Раз в неделю Приходит девушка И убирается Вот Я Очень рада Это не значит Что я перестала убираться Нет Я постоянно В итоге Все равно постоянно Что-то делаю Даже бывает Что-то глажу Ну, в основном Только детское Я глажу И то сегодня Я дала какие-то детские вещи Тоже на глажку Вот девушке Которая у нас убирает Вот Могу сказать, что, конечно У меня стало больше Свободного времени Потому что Я все равно мою полы Бывает притираю пыль Потому что раз в неделю Уборка Это, конечно, мало Чтобы дома было Прям офигенно чисто Но, например Раковину я не мою Потому что она не успевает Так вот Спачкаться Плюс мы особо Не готовим ничего дома То есть На кухне По сути Вообще Чистота Ну, короче По сути Что-то по мелочи делаю Конечно Все вот эти мелочи Они все равно В итоге Выливаются В какое-то время Но Я довольна Тем, что Наконец-то Начала делегировать Мне это Скажу честно Очень тяжело Всегда давалось Потому что У меня такой характер Характер мой Заключается в том Что, типа Лучше меня Никто ничего не сделает Но На самом деле Оказывается Такое бывает По поводу уборки Не скажу Что-то Возможно Мне кажется Что гладит Ну, как будто Я больше гладу Ну, короче Лучше меня У меня дома Никто не уберет Это однозначно Но Например То, что касается Монтажа Мне нравится Этот процесс Но Вот Люба Привет Она смонтировала Мне сейчас На данный момент Одно видео Предыдущее У меня нет вообще Никаких вопросов Типа Все супер Ну, типа Класс И все То же самое Что Ну, грубо говоря Могла бы сделать я То есть Обрезать Да У меня же там Нет какого-то Сложного монтажа Получается так Что я довольна Результатом И при этом Не потратила на это Время А я бы Потратила на это Много времени Потому что С ребенком Еще Ну, то есть Сейчас, например Я вам снимаю Влог Болтаю Делаю распаковку Какую-то Примерку В сторис Выхожу А если бы Я не отдала Монтаж То я бы Сидела Монтирован Например То есть В любом случае Появляется Больше свободного Времени И желание Потратить Это время Например На какие-то Прикольные Примерки На то, что Пофонить Сторис Ну, короче Это класс Но то, что Касается уборки Все равно Лучше меня Прямо такая Хозяйка Хозяйка, знаете Придирчивая Знает каждый уголок И ей надо Чтобы так Здесь помыли Вот так И здесь вот так Она меня поймет Потому что В целом Чисто класс Вообще Сказать нечего Но есть какие-то моменты Где я смотрю И такая думаю Я бы здесь Как бы вот Еще лучше Помыла Короче И, наверное Все-таки Я так и сделаю Потому что Я не знаю Как так выходит Может даже Проведем эксперимент Что-то у нас С раковиной здесь И вот эта хрень Которую нужно доставать Куда гида всякая Она как бы чистая Но здесь Есть какие-то следы Которые я уверена Что их можно отмыть И к нам Недавно приходил Клининг Клининговая компания Ну у нас была Генеральная уборка Надо было окна помыть Люстры Все, короче И все Как бы хорошо помыли И вот девушка К нам ходит Убирает Но почему-то Никто Не может Отмыть мне Вот эту хрень Которую я вам показала Я каждый раз На нее подхожу Смотрю Думаю Да что ж такое То есть В целом Мне все нравится Я могла бы там Допустим Подойти и сказать Ой Типа смотрите Что-то как-то это Надо домыть До идеального Но я Вот Вот это единственное Что мне не нравится Забиваю Думаю Эй ладно Хрен с ним Короче Я не знаю почему Может быть оно не отмывается Может что-то случилось Оно не отмывается Но почему-то Когда я мою У меня все отмывается Я думаю Я более усердно все-таки Стараюсь Навести у себя дома чистоту Поскольку это мой дом Так Ребенок движется В правильном направлении Мне нужно бежать Придеваться Из так сказать Недомашнего Потому что я На уличную одежду Не люблю Ну как уличная Тем более Это может из магазина Кто-то мерил В общем вы поняли Я побежала Придеваться в домашнее И ребенок-то точно Уже проснулся Смотрю Я тут конечно набросала Все Младенец уже приснулся Аютка Малыш Ты спишь или нет? Вот сколько время Где-то через час 40 минут К нам в гости Приедет мама Слава Я так и не поняла Она проснулась Ну типа просыпается Или еще спит Ладно Короче Оказалось Что она еще не проснулась И я сожрала Целью булку Зачем я это сделала? Ну ладно Это уже произошло У меня было так вкусно И я что-то так проголодалась Вот И все икает Мое солнышко И мы съем Воды Ваше великийство Ну фей водички Стопни и гад Водите Ить 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 Ты лучше ножками своими Брик 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 Вот так делай Их ты Дай вот сюда Какой крепость На Попей воды Не бери силенок Вообще она водичку очень любит Даже Слишком уж любит А как сделать что-то повыше Обычно это папочка Все делать Расслабь головешку Расслабь головешку И получай качательное удовольствие Ручонки Расслабь Раз Два Три Четыре Раз Два Три Четыре Я думаю Этот шезлонг Прикольная тема Когда малыш Уже своими ножками Ну короче Понимает И сам себя веселит Качаниями Потому что вот Ее когда качаешь Она конечно может Вообще Надолго Залипнуть Но Если не качаешь То как бы да Особо тут Не по нему Выселишься Ой Ой Вот она так пытается встать Ей хочется обзора Потом плачет Что не получается вставать Зачем тебе вставать Просто кайфуй Лучше ножками Своими Бринг 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 Вообще На самом деле В этом шезлонге Она почти не сидит у нас Он у нас такой Знаете У меня лично Не лучше От него Эмоции Почему у меня Не лучше С ним воспоминания Потому что Я ее сюда сажала Когда у нее были Колики Сильные И ей ничего не помогало И вот так вот Ее сажаешь Соску в рот И шатаешь И она Отвлекалась Просто бывало Такое что Она у меня тут 20 минут Знаете Сидит Чтобы успокоиться Грубо говоря Уснуть Потому что Вообще Ничего не помогало Я поставлю за тобой Скрытую камеру И уйду Вот твой товарищ Ее любимый товарищ Я всех ее игрушек Таких называю Таких называю товарищами Анюточка Привет Анюточка Вот так Они разговаривают Привет Анюточка Здорово Пойдем гулять Мы Предлагаем ей водичку Довольно-таки давно Уже Наверное С полтора месяца И многие За это Осуждали В интернете Что Типа Вы что Воду Надо давать Только там Не раньше Трех месяцев Знаете Даже Мне кажется В некоторых моментах Водичка нам даже лучше делала Для животика Гу 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 Видите вы сладкие Ну что за ягода Малыш Да 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 что ты говоришь Да что ты рассказываешь Сегодня бабушка Твоя в гости придет Опять будешь ей все рассказывать Про маму с папой Да Все опять ей будешь рассказывать Ааа А я так и поняла Я так и поняла Любишь ты все рассказывать Бабушкам Да Да Вот Ты посмотри Как ты раскачалась Давай еще Давай Давай Хочу чтобы она научилась Качаться И кайфовала здесь Тебе сегодня Блин целых три месяца Манюточка Так я буду вешать Пока одежду А ты тут давай Учись Качаться С детства нужно Привыкать к самостоятельности Или не уходить Маме Ты посмотри Сама уже качаться научилась Зачем тебе мама С этой штукой Маме Это понятно Зачем тебе Но ты можешь Сама качаться Я поняла Зачем нам много сосок А не для того Чтобы под цвет наряда Были О господи Ты что так Сосульку хотел Я думала Так тебе поднести Посмотреть захочешь Не захочешь Как присосется К сосульке Не знаю Что за спокойный ребенок Но я такой не очень Потому что в тихом омуте Сами знаете Я повесила вещи в шкаф Вот То что смотрела Как раз кстати Вот это платье Про которое я вам говорила Клево К нам сегодня приходили Гладили Два Комплекта постельного белья Футболочки наши Пока еще не успела Разложить на свои места Там у меня сушится Детская Стирка была Ну что Малыш Поползешь Потом кушать пойдем Я что-то забыла Поставить таймер Когда я так кормила Теперь не помню Так Вот такая пирожонька Я покормила Она кушала Так хорошо Водочка моя Теперь знаете Как шапочку я одеваю Просто подхожу Шапочку до головы кладу И она сама берет Пресс Качает голову Поднимает И мама ей Хоп Шапку ей одевает Итак Мы одеваемся Потому что сейчас Мы пойдем на улицу Единственное Что я не совсем представляю Как нам будет Потому что там дождь Но нам до ресторанчика Недалеко И она сегодня не гуляла Поэтому было бы неплохо Собираюсь нарядить ее Вот в такой Мистер Кокон Пока он нам еще по размеру Надо поносить Теплая такая Классная штука Ну и в халяску Чпоньк и все Давай, Анютка Ать, ать, ать Вери Покажи класс Бубен себе не дай Давай Короче, мы пока Не выходим никуда Ждем, когда папа За нами придет И потом будем одевать Эту игрушку Принесла мама С отчимом И Сашей Моим братом И сказали, что Это первая По-моему Какая-то трещалочка Сашина Я так поняла Они ее хранили Ну, может, не первая Но его игрушечка И почему-то решили Анютке подарить Не знаю Но мы ее тоже будем хранить Это подарок от дяди От дяди Саши Да? Ой, 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 ой Я думаю, она пока не особо Ой, все, зарядила Ой, ой, ой Я, конечно, на свой страх и риск Даю ей такие штуки в руки Потому что может Спокойно себе в бубен зарядить Вот вы этот бубен Волнуюсь Но с другой стороны Как ей еще познать себя? Методом про Спасибо Ладно, это можно бесконечно Стоять, смотреть И снимать Это кара-пунди Так, я поставила телефон на зарядку Тут у нас вот такая атмосфера Я хочу найти дождевик Точнее, специальную штучку Для коляски И мне кажется, что вон там Это она Ну, и там у нас еще прогулочный блок От коляски Но нам пока рано Понятно Поэтому да А еще у меня для редут Есть красивое полотно Но я его не стала Здесь уже никуда вешать Если честно Потому что не знаю Куда его вешать Вот такое чудо Нет, красиво Тут как бы есть Наверное Куда его воткнуть Но мне кажется, что это Не то, что перебор Прикольно Ну, просто не знаю Вот от Ля Редут Тоже обалденная, кстати, штука Девчонки Я не говорю там то, что Обязательно с Ля Редут Заказывайте Но если что-то такое найдете Классненькое С какими-то изображениями Рядом с пеленальным местечком Малыша Очень прикольно Потому что пока малыша Передеваете Меняете подгузник Очень им любопытно смотреть Анютка уже давно На все эти рисуночки смотрит Несмотря на то, что они не Вот такого цвета, например Она уже давно на них смотрит И ей прикольно Вот Так что не знаю Вообще классная штучка Но куда ее вешать? Не знаю Ну можно было бы Наверное Куда-то сюда Но опять же Такие То есть грубо говоря Вот у меня стоит И штуки Могло бы здесь Вот это висеть Не знаю Как вам показать Как бы уюта Добавляет Либо вот сюда Куда-то Но я что-то подумала Что не знаю Она мне очень нравится Но просто не знаю Куда ее вешать Вот в чем Проблема Лежит Вот так и хорошо Сама с собой А я тем временем Достала И оказалось Что это то Что нам нужно Вот посмотрите Какая Дождевик Для коляски Так что вообще Улета был С дырочками Типа воздух проходит Но Этот самый Не идет То есть оно вот так вот Можно закрыть Это видимо ручка Может чтобы козырек Вот так вот Оттопырить Не знаю Но в любом случае Прикольно Тут же смысл в том Чтобы ребенка Не намочила Вот Ну и здесь получается Тоже где Окошки какие-то Возможные Вот Тут тоже все Закрыто И это я думаю Тоже влагу Конечно не пропускает Супер я считаю Она у нас была Сложна Долго время лежала Поэтому она так Нет Думаю потом Она уже растянется Как надо Примет какую-то форму Хотя какая тут Вообще может быть форма О каких формах Идет речь Так Мне кажется Может я ее сзади Сильно натянула Ну короче Это не беда Главное Что просто Не будет попадать Сюда столько воды Сколько могло бы Ну и в принципе Она легко так Открывается Ничего Замороченного В общем да Это все было так Упаковано Классно Еще у нас здесь Зонтик вот такой Классный Так ребят Мы уже сидим В ресторане Отмечаем Анюткин Дэн Рождение У меня был Суслык Но что-то Мне показалось Немножко сыровать Мама Слава Папа У нас вот такая Посиделочка С чаем Так что Сидим Итак Гости ушли Анютку купали Вместе с Мариной С бабушкой Анюткиной Что бабушка еще Марина ни разу не видела Как Анютка купается Сама Ну вот Уснул пирожок Так ребят Вот с таким пучком На голове Интересно Я с вами прощаюсь Надеюсь Влог получился Приличным По Времени Что вам тут Интересно Рассказывала Мне кажется Интересно Что-то рассказала В общем В любом случае Спасибо что смотрели Всех любит Слово Будьте счастливы Здоровы Всем пока